Привет, друзья! Давно у нас не было рубрики «Типичные ошибки», совершаемые в английском языке. Главный вопрос сегодняшнего урока – какой предлог употреблять с глаголом answer? И, надеюсь, уже никто в этом мире не говорит answer. Всегда только answer. Итак, ответить кому-то или ответить на вопрос – на телефонный звонок. Так как в русском языке у нас есть предлог – отвечать на что-то, многим хочется приплести его и к слову answer в английском, но это будет ошибкой. I managed to answer all of his questions. Мне удалось ответить на все его вопросы. Глагол answer все же может употребляться с некоторыми предлогами, и от этого меняется его значение. Например, можно сказать to answer to someone. To answer to someone means to take orders from someone, to obey and explain yourself to someone. From now on, you answer to me. If you're a boss, you don't need to answer to anyone. To answer to означает отчитываться перед кем-то, нести ответственность и быть в зависимом положении от кого-то. Например, от начальника или от родителей. The king doesn't have to answer to anyone. Король ни перед кем не отчитывается. If a cat or a dog answers to the name of something, it means that it comes to you when you say this name. My cat answers to the name of Simba. Также to answer to a name значит отзываться, откликаться на какое-то имя. When I was in the US, I had to answer to the name of Kyle. Когда я был в Штатах, мне приходилось откликаться на имя Kyle, потому что мое родное имя было слишком сложно произнести. Глагол to answer также может употребляться с предлогом for. To answer for something means to be responsible for something. He has to answer for his behavior. I don't want to answer for his mistakes. To answer for something значит отвечать за что-то, нести ответственность. Например, за свои ошибки, за свое поведение. He has to answer for what he did. Он должен ответить за содеянное. If you can't answer for someone, it means that you cannot make a decision for another person, who is silent or not present at the moment. I cannot answer for my brother, but I will be very happy to join you. Также to answer for someone значит отвечать за кого-то, расписываться, принимать решение за кого-то. I'm not going to answer for her. It's her choice. Я не буду отвечать за нее. Это ее выбор. Придумайте свои примеры с глаголами to answer, to answer to и to answer for и напишите их в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх и напишите об этом. Спасибо за то, что смотрите. Не пропускайте новые уроки. Подписывайтесь на мой инстаграм и на группу вконтакте. Там всегда много всего интересного. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся. Продолжение следует...